Юре 5 лет. Он поздно начал ходить, но эти шаги – огромный прогресс для ребенка с органическим поражением мозга. Два раза в неделю мама приводит его в бассейн. Эти занятия жизненно необходимы. Конечно, они не исцеляют, зато помогают уверенно держаться на ногах. Он очень поздно начал ходить, и после этого мы начали ходить в бассейн, индивидуально заниматься с тренером, и поэтому сейчас улучшение, он даже пытается бегать. Вместе с Юрой в детский бассейн ходят еще 45 особенных детей. Патологии разные – ДЦП, аутизм, задержка развития. Как вы находитесь, подход к каждому? Бывает по-разному. Когда и устаешь, а когда и заряжаешься. Таких педагогов, которые проводят занятия в бассейне для детей с ограниченными возможностями, мало не только в крае, в России. Понимая это, Евгения Толочко выступила на форуме «Алтай. Территория развития» с социальным проектом. Его суть в том, чтобы повышать квалификацию тренеров по адаптивному плаванию. На форуме Евгения выиграла грант – 360 тысяч рублей. Молодых специалистов планирует обучать с сентября. Гидрореабилитологи – это люди специфичные, так скажем, да. То есть гидрореабилитолог, он должен иметь и физкультурное образование по направлению адаптивная физическая культура, и также медицинское образование. Мы планируем обучить не меньше 40 человек – это выпускники и студенты старших курсов медицинских факультетов и выпускники физкультурно-оздоровительных, ну, так скажем, физкультурных направлений. Это значит, что занятия по гидрореабилитации теперь станут доступнее для семей с особенными детьми. По словам Евгении, за два года только в центре Бонифации у троих детей сняли диагноз ДЦП. Смотришь, вот, как ребенок, каким он был и каким он стал сейчас, это заставляет двигаться вперед. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.